Следующий вопрос прямо касается СВО, а именно поддержку комитетом Госдумы по обороне в нововведении в закон, по которым используют смартфоны в зоне СВО, считается дисциплинарным проступком и срок наказания до 10 суток. Не совсем так. Не использование смартфона. Наличие любого бытового гаджета. Наличие. Вы можете не пользоваться. Наличие. То есть, скажем, коптер. Обычный Mavic. Это гражданский гаджет. Это бытовой гаджет. Беспилотник. Если он не какой-то специализированный. Если вы просто его имеете при себе, но при этом командир запретил их иметь. Причем, понимаете, когда мы принимаем законопроект гражданский, то там требуются подзаконные акты. Если это не закон прямого действия. Как это все будет происходить? Военный законопроект. Причем, там генерал Заварезин просто сказал, что, ребята, дисциплина это хорошо. Дисциплина по уставу. Друзья мои, вы не бойтесь дисциплинарной ответственности. Она всегда была, есть и будет по уставу. Это арест всего лишь. Это нормальное явление. У нас было выражение всегда. Кто не был на губтвахте, тот не служил, считай. Кто старше помнит. Причем, здесь закон вообще непонятный. Я на губтвахте при советской власти сидел без всякого специального закона. Просто командир принял решение. Я это решение не выполнил. Пожалуйста, неделя губтвахта. Никаких проблем. Все по-честному. Но вопрос-то в следующем. Во-первых, у нас есть такое явление, как военная полиция. Господин Картополов очень энергично ее защищал, как положенный депутат у Единой России. Но вот рядом со мной сидит депутат, которого это сам военная полиция пыталась арестовать на новых территориях. Ей было начихать, что он депутат. Ей было все равно в фоне удостоверения личности. Вообще на закон она не обращала внимания. Она хотела конкретного человека арестовать, потому что он им не понравился. В каким-то там своим бытовым причинам. Так что все эти инвективы о том, что военные полицейские это святые люди, всем все понятно. Второе. Командир части находится очень далеко от расположения. Понятно, что командир имеет право отдавать приказы, которые к суждению не подлежат, а подлежат исполнению. В условиях боевых действий тем более. Но там большой перечень пунктов, которые, например, бытовую технику нельзя иметь. Нельзя иметь не только, так сказать, непосредственно на линии фронта. Нельзя иметь вообще при исполнении военных задач, вплоть до конвоирования, вплоть до пребывания в глубине территории. То есть, кто будет отдавать этот приказ, как будет контролировать, что этот приказ отдан и так далее. Все совершенно непонятно. Более того, зачем это вообще нужно? Потому что приказы командира – это закон. И если я не исполняю приказ, ну по уставу я автоматически должен быть наказан. Уставы никто не отменял в Российской Федерации. При этом соответствующий пункт закона, в который вносятся поправки, там очень четко все предыдущие пункты, что за нарушение правил таких-то, за нарушение правил таких-то, за нарушение правил таких-то. А здесь просто за запрет. Кто этот запрет будет? Каким образом? Почему? Ничего не понятно. При этом, понимаете, может быть закон хороший, может быть плохой. Это сказал с трибуны. Но мы не имеем права принимать законы, которые разжигают ненависть к российской государству. Этот закон был воспринят именно на передовой, просто как глумление, как плевок в лицо. Но, более того, предполагается, что у нас какие-то сумасшедшие служат в армии, которые, значит, используют технику, которую нельзя использовать, и поэтому становятся жертвой вражеского огня. Это было, наверное, в самом начале. Сейчас уже все научено. И командир уже учат, и командиров учат. Что ж мы наших военнослужащих считаем непонятно чем. Дальше. Ну, вернее, Единая Россия считает. Это справедливость, а Россия единственное голосовала против. Дальше. Вы просто, понимаете, ну, это просто в голову не помещается. Значит, любой человек... Да, значит, мне уже написали с линии фронта, очень четко. Как они это понимают? Что теперь любой раненый, у которого найдется любой гаджет, вплоть до беспилотника, любой такой раненый автоматически будет считаться нарушителем и автоматически будет лишаться всех выплат по ранению. Да, это не прописано в законе напрямую, но люди, которые имеют опыт общения с военной бюрократией, воспринимают это так. Ну, слушайте, ну, очень многие в комментариях просто воспринимают это как открытие второго фронта против наших военнослужащих. С формальной точки зрения, да, с формальной точки зрения командир имеет право запрещать все, что угодно. Ну, почти все. Нарушение приказа командира, есть нарушение воинской дисциплины, пожалуйста, под арест. Тоже понятно. Тоже понятно. Зачем это нужно отдельно прописывать в законе? Да еще в предельно размытой, предельно невнятной формулировке, которая допускает любые толкования. Ну, что, мы разжигаем ненависть к государству внутри страны? Это является основой государственной политики. Завести сюда миллионы мигрантов, которые не хотят жить по российским законам и не понимают, что это такое. Их шарят в головах, их изгнали, многих за радикальный фундаментализм. Потенциальных террористов сюда завести миллионами. А потом сказать, вы знаете, а давайте мы сильно обидим всех, кто нас защищает с оружием в руках. Может, они нас перестанут защищать? И так понимают все это. То есть, это какое-то производит впечатление тяжелого безумия. Причем в этот же день принимают, наконец, нормальный закон, который можно было принять условно еще 22 февраля 2022 года. О том, что почему-то только оружие, которое конфисковано Росгвардией, можно передавать на фронт. Весь остальной конфискат по-прежнему нельзя. Люди, которые имеют оружие, но хотят передать это оружие на фронт, тоже не имеют такой возможности. Просто не имеют. Это нужно пройти все этапы ада. Люди, которые участвуют в боевых действиях, жалуются на все. И при этом все хорошо, прекрасно. Аргументы авторов законопроекта, они касаются в основном темы безопасности. Но есть же понимание, что действительно... Уже все все про безопасность кровью выучили. А как появляются такие законопроекты на третьем годе специальной военной операции? Выходит, товарищ Крутополох, говорит, что надо. Выходит представитель комитета по обороне. Другие, товарищи генералы, которые великие люди, но... Даже Журавлев, Алексей Тишайший, Алексей Журавлев, который в СВО дню это ночует в зоне СВО, он вышел и пытался им объяснить, что ребята, конницей, конницей, времена конницы Буденова прошли. Но современная война, она немножко другая, чем была даже пять лет назад. Сегодняшняя война отличается от войны в Сирии. Сейчас это война беспилотников. Война сегодня другая, и она очевидно другая. Никто не ожидал, что будут ударными беспилотники на передовой, будут новейшие средства связи и так далее. Не секрет сказать, что этих средств связи для нас сегодня не хватает. Больше того, любой гаджет, который на передовой, любая средств связи, которая сегодня на передовой, они необходимы, и любые средства связи уязвимы, любые. Сегодня речь идет не о том, что нужна воинская дисциплина. Уж поверьте, она есть. И я вам точно могу сказать, что она 100% существует, и никто ее там не отменял. И попробуй ты не выполни приказ командира. Наверное, такие случаи есть, не знаю, где-нибудь. Я таких не встречал, например. Поэтому речь не о дисциплине, а речь идет о разделении. Как мы будем непосредственно смотреть, это боевой айфон или не боевой? Это боевой коптер или не боевой? Это боевой регистратор или не боевой? Ну ладно, командир может это определить. Это я точно могу сказать. И определяет сегодня. Попробуй ты возьми его куда-нибудь не туда. Ну, слушайте, ну сегодня вот так вот хватает у командира полномочий. Другой вопрос. Другой вопрос. Что, зачем это давать военной полиции? Вот это я не понимаю вообще. Не-не. Пустой звук. То есть непонимание. Не намеренная диверсия. Понимаете, понимаете, если человек не понимает, но хочет разобраться, он начинает разбираться. А здесь это просто игнорировать. Просто игнор. Еще один вопрос, касающийся законов. На самом деле, как пишут тоже люди с линии фронта, в реальности законы работать не будут. Потому что, ну, командиры дурацких запретов стараются не вывозить. Но, опять-таки, а кто-то где-то ведет. Или накажут командира за изведение. Или накажут командира. Мы же видели, как сержанта Морозова Мурза довели до самоубийства. Прям чуть не в прямом эфире телеграм-канала. Все это расписано. Герой, на прокуратуру, сказал, что никаких признаков доведения до самоубийства нет. Читать они там не умеют, что ли. Интересно. Просто неинтересно. Наверное, не умеют читать. Когда им не выгодно. Не генеральная, а главная военная. Дорогие друзья. Спасибо вам огромное, что вы прослушали этот ролик. Но самое главное, не то, что сказано в нем. А то, что будет сказано в моем канале на телеге. И в моем канале в Дзене. Подписывайтесь на них.